Ва кааля та'аля также Аллаху Субханатаре сказал, алейсаллаху бикафин абдах, разве Аллаха недостаточно? Разве Аллаха недостаточно его рабу? Валлахи достаточно. Валлахи достаточно нам Всевышнего Аллаха Субханатаре. Посмотрите, все государства против мусульман. Все. Стоит где-то пролиться крови и так далее, как весь Совет ООН и так далее, Совет Безопасности. Все встанут на уши, как так, посмотрите и так далее. Лицемерие. В то время как тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч умирают мусульмане, убивают. Полно никакой справедливости, никаких прав человека, ничего. Как сразу что? Как тишина. Где хоть что-то? Смотрите, сколько Саудовская Аравия, сколько принцей, королей и так далее. Ругают, говорят, где вы, почему вы ничего не говорите? И тишина. То есть вы представьте себе, чтобы какой-то конфликт между двумя европейскими странами и кто-то посмел сказать, что вы как вы, то есть молчите, почему вы молчите? И все это. То есть как будто бы никто ничего не сказал. Да, Субханатаре, каждое, как говорится, эти собрания и так далее, внештатные и так далее, все проводилось. Но как только убивают мусульман, тишина. Или же что? Еще что хуже делают, обвиняют в этом мусульман. На самом деле, говорят, мусульмане виноваты. Почему? Да потому, что они мусульмане. Вот в чем их вина. Посмотрите на все последние конфликты, когда убивались странами, целые страны мусульман и колонизировались за тем. То есть многие у нас сейчас мусульманские бывшие страны, республики и так далее, под гнетом неверующих. То есть неверующие захватили их страну и все, и они там управляют и так далее, протекторат или как они называют и так далее и тому подобное. Что это? Разве это что-то, что они делают между собой? Валлаху мусульману, валлаху мусульману. И поэтому, когда ты все это видишь, у некоторых мусульман что? Появляется уже какая-то, то есть доля отчаяния. Отчаиваться не нужно, Субханатаре. Что тебе хотелось бы? Чтобы на твоей стороне стояли какие-то там великие страны и так далее? Или же Всевышний Аллах, Субханатаре, создатели этих стран и тех стран, которые были выше и будут намного выше и сильнее них? Но, братья, у нас, Субханатаре, Всевышний Аллах, Субханатаре, в Коране не оставил ничего, не объяснив. Посланник Али-Иссацам не оставил нам ничего, не объяснив. Все у нас объяснено, какой путь, как это делается, как это делается правильно. Делается это таким образом, что мы поклоняемся одному только Аллаху, не приобщаем Ему никого со товарищами. И тогда Всевышний Аллах, Субханатаре, дает, говорит Аллах, Субханатаре, Аллах сделает вас халифами, наместниками на земле. Когда? Когда вы будете поклоняться Аллаху, Субханатаре, не будете никого приобщать со товарищами. Поэтому он приводил пример, то есть ты какие-то вещи не совсем понимаешь, как делать, ты не совсем понимаешь, почему там и так далее и тому подобное. То есть я иногда привожу примеры, быть может, которые не совсем с точки зрения химии, в данном случае, я приведу пример с точки зрения сантехники, правильной и так далее, может кто-то из вас разбирается в этом, скажет, да ты дилетант и так далее. Я просто говорю пример. То есть известно среди общих масс людей, неважно мусульмане или мусульмане, что грубо говоря, если у тебя засор и нет определенного чего, то есть средства против этого и так далее, что нужно сделать? Соду с уксусом залить, так или не так? Я пример, такой пример привожу. И каждый из вас понимает, зачем именно сода, зачем именно уксус, какая именно реакция там происходит. Нет, но люди говорят, и ты понимаешь, что, наверное, не просто так говорят, и ты это делаешь, так или не так? И это может быть, некоторые говорят правильно, некоторые говорят неправильно, некоторые говорят давление хватит, давление не хватит, реакция после этой реакции, там газ выходит, не выходит и так далее. Вещи, которые, то есть ты даже не будешь, тебе даже неинтересно будет разбираться. Ты спросишь, оно помогает, помогает, сделаю, не помогает, да, не нужно мне рассказывать, какая там реакция химическая и так далее, я не знаю, я спал на уроках химии, скажу, что и так далее и тому подобное. так или не так. И поэтому в этих вещах люди верят. Но как только тебе Всевышний Аллах элементарнейшие вещи говорит, делай вот так, я на себя беру поддержку для тебя, я тебе помогу, я это сделаю, человек что? Глухой, слепой и немой. И не разумеет. И это удивительно, что даже это Всевышний Аллах сказал в Куране, но людям этого недостаточно. Во-первых, кто читает Куран? Поэтому Аллах говорит, что Аллах облегчил вам Куран для поминания. Легкий Куран. Читай и все поймешь. И тебе, то есть, будет все это понятно. Но что сказал дальше? А есть тот, кто поминает. На, ты возьмешь, легко, ты поймешь все это. Поминание, понимание и так далее. Все тебе будет доровано. Но разве есть тот, кто это делает? Разве есть тот, кому это нужно? Поэтому посмотрите, когда какой-то кафир, субханаллах, неверующий, футболист, певец, певичка и так далее, как субханаллах, люди, которые развлекают тебя. То есть, ты представь себе, что я тебе сейчас скажу, вот тебе 50 джуней, давай, ела мне, станцуй передо мной, чтобы я, этот, настроение у меня поднялось. Что ты скажешь? А? То есть, ты скажешь, ты с дуба рухнул, ты как со мной разговариваешь, так? Или так, может драться, кто-то полезет. Что такое? То есть, что за неуважение ко мне? А человек это неуважение на весь мир делает. Пинает мячик, чтобы тебя порадовать. Этот морду бьет, чтобы тебя порадовать. Та поет тебе, чтобы тебя порадовать. Этот танцует, этот шутки шутят. Все, чтобы тебя порадовать, хорошо. И на этом деньги зарабатывают. И люди их уважают, желают встречи с ним и так далее. Но если ты увидишь какого-то ученого, который идет по улице, кто это такой скажет? Да кому он нужен? Поэтому это, братья, видно, когда подойдешь, грубо говоря, к кабинету шейхсаляль-фаузана и так далее. А кто там есть? Думаете, там очередь какая-то стоит? И все, шейхсаляль-фаузан, бахиетуссаляль-фаузан. То есть, это один из таких людей, то есть, великих ученых, имамов сегодняшнего мира и так далее. Надо к нему попасть? Да кому он нужен? Никому не нужен он, понимаете? Он нужен тебе, он нужен мне, он нужен тому, кто, то есть, желает понять что-то из религии Аллаха, субханаля. Ну, в общей массы мусульман, да, дела нет. Фаузан — это кто-то, кого по телевизору покажут, скажут они. Вот тот такой. Больше знать о нем не знаю. То, как в свое время он в Тантау и прославился, в Шаарау и прославился. Люди, которые вообще, субханаля, заблудшие, в Раяту Беля, заблуждающие, прославились только потому, что по телевизору их показывали. И все. Больше никакой у них, то есть, не потому, что они там где-то какую-то действительно пользу в общину принесли и так далее. Потому что и в телевизоре в свое время выступали, вот поэтому, хорошо, то есть, это, таким образом они распрославились в Аллаху и Мусульману. Салаллаху и Мусульману. Это, братья, очень и очень печально. Поэтому каждый из нас должен начинать, и, братья, не относитесь к этому несерьезно. Каждый из нас, когда вам говорят, что занимайтесь своей семьей, это значит, занимайся своей семьей. У тебя нет возможности дальше вещать. Занимайся своей семьей. И верь, что Аллах, если Он тебе это повелел, значит, так и будет спасена община. Посмотрите, с чего начинал послание Корреса. И не спешил. И посмотрите, к чему это пришло. К чему это привело. Потому что этот путь правильный. Этот путь и есть правильный. Поэтому, как шейх Аль-Альбани говорил, что у меня я не знаю другого пути. Он действительно медленный, без никого. Мы, как черепахи, идем по этому пути. Но я не знаю другого правильного пути. Правильного пути другого нет. Правильный путь, вот он, и он длинный. Жди. То есть не будет такого, что ты это за день, за два, за десять, за год, за два, за десять. Нет. А ну, может быть, ты даже не доживешь до этого. Быть может, ты даже не доживешь. Но, может быть, твои дети, они будут оживляющими эту религию и так далее. Аллаху мустаам.